Десять утра. Президентский вертолет приземляется на площадке у Ледового. Главу государства встречает целая делегация. Первый вопрос, который интересует президента, – пассивная компания в Могилевской области. Александр Лукашенко настаивает. Весенние полевые работы нужно выполнить в срок. Картошку сеешь, топливо есть, удобрения. Ну, посмотрим, как ты реализуешь то, чему учил страну несколько лет. Центральный объект рабочего визита Александра Лукашенко – славянка. Ранее президент поручил справиться с дефицитом спецсредств и пообещал лично проинспектировать производство. Еще в феврале предприятие бросило все силы на изготовление востребованного товара. Ежедневно здесь выпускается 200 тысяч масок, а еще бахилы, шапочки, защитные костюмы. Видите, уже и модное. Это тоже имиджевое, когда молодежь, именно мелкий микробизнес, он пошел уже в дизайнерские вещи, потому что молодежь это хочет. Вот я к чему говорю, вот начали руки мыть там и прочее, это будет всегда. Нам надо оставить в период ОРВИ, ну да, ОРВИ период, ну где-то нам надо маски носить. В здравоохранении, это вот-вот железно будем требовать и настаивать. Врачи всегда должны, перчатки, маски, в обычный период. Беларусь, по мнению президента, оказалась более подготовленной к борьбе с коронавирусом, чем остальной мир. Глава государства уверен, пандемия стала средством политики. В стране спад сезонных инфекций, резкого скачка заболевших не зафиксировано. Задача вертикали власти на местах – сберечь здоровье людей. На сегодняшний день, если взять статистику страны, то из предприятий концерна мы ведем крупные наши предприятия, ежесуточный анализ по производству остатков движений и отгрузок, то это практически 23 крупных предприятия. Хорошо, все понятно, но ты имею в виду, что тебе же не только задача маски. Маски – это момент. Мы практически по Могилевшине, если судить, насытили масками и медицинскими, и бытовыми этими масками насытили рынок. Уже нет той остроты. И вот я не знаю, может быть, кто-то мне доложит, есть ли у нас проблемы вообще в стране с этими масками. Но ты должен знать. По маскам в стране вопрос вообще закрытый. И на вчерашний день по фармацеи было сколько на остатки? Миллион двести числится на остатки на фармацеи. То есть уже полтора миллиона одевать не будут? Ну, не то, что одевать, просто в фармацеи лежат маски. Резервы? Да. В аптеке мы поставили маски. Даже по мониторингу комитета у вас контроля практически все аптеки закрыты, все есть. И маски, и дезинфицирующие растворы. Задачи, которые стоят перед регионами, тоже никто не отменял. Президент намекает на экономику. С поручением обеспечить белорусов медицинскими масками страна справилась. Теперь, отмечает Александр Лукашенко, нужно держать курс на экспорт. Как раз во время этого визита президент разрешил продавать популярный товар за рубеж. В каких объемах – решать на местах. Надо нам полмиллиона. Давайте полмиллиона оставим, коль удовлетворили спрос. И будем поставлять 20 тысяч масок. Он полтора миллиона шьет, а ему 20 или полмиллиона. Сколько? Полмиллиона. Полмиллиона он шьет и 20 тысяч расход. Что мы ждем? Пускай продают. Это товар. Это товар. Ну, существенный товар. Все продают маски. Посмотрите, Китайская Народная Республика. Ну, я думаю, они уже там миллиард продали этих масок. Поэтому надо производить и продавать. Президент подчеркивает, чрезмерных запасов быть не должно. По мнению белорусского лидера, не стоит забывать и о производстве традиционной продукции. Отшив летней коллекции одежды, здесь временно свернули. А так, славянка знаменита модными хитами. В линейке продукции пальто, костюмы, школьная форма, спецодежда. Впечатление от фирменного магазина у главы государства самое положительное. Хвалит качество и материалы. Я узнаю свои модели, которые я требовал лет 10 назад, чтобы они изготовляли. Это же самая любимая маятка. Я жалею, что президент не может носить ее каждый день. К апрелю в этих цехах успели произвести 3,5 миллиона масок. Каждая швея за смену выдает без малого три сотни готовых изделий. Всего в Беларуси отшивается свыше 2 миллионов масок в сутки. Спасибо работницам предприятия за труд, глава государства говорит лично. Просто хочу вас поблагодарить с глаза на глаз за то, что вы делаете для страны. Поверьте, вы делаете не меньше, чем сегодня делают врачи, излечивая наших больных. Если бы не было вашей продукции, нам бы было очень тяжело в клиниках, поликлиниках, в больницах и так далее. Поэтому спасибо вам огромное. Готов выслушать все ваши вопросы, критику и претензии. Вопрос на злобу дня – образование. Стоит ли опасаться за безопасность во время пандемии и можно ли отправлять детей в школу? Ответ главы государства – категоричный и однозначный. Школьники должны учиться. Поводов для паники нет. После затяжных каникул самое время наверстать упущенное. Если кто-то не понял моих требований, вот я хочу, чтобы директора школ меня сегодня услышали, и руководители районных отделов народного образования, кто непосредственно этим занимается, губернатор и министр, которому я поручил, этот вопрос держат на контроле, но, видимо, не удержал. Потихоньку надо в течение недели втягиваться в этот процесс. Что касается студентов, там проще. Они уже знают, чего хотят. Они могут и вообще в университет не ходить, но знают, что экзамены надо сдавать, и что им потом в зависимости от этого образования надо будет жить и трудоустраиваться. Поэтому мы тут помягче к ним подходим, но они потихоньку тоже, где нужно, уже начали работать. Поэтому вот так была поставлена задача, спокойное недельное втягивание в образовательный процесс. Вы сказали об этих гелях, которые вы производите и так далее, что ученикам надо маски, гели в школу носить и так далее. По-моему, вчера какой-то замминистра или здравоохранения или образования выступал и очень четко сказал, по-моему, здравоохранение сказал, а у нас требований не было, чтобы дети обязательно в масках ходили. Диалог президента и коллектива «Славянки» вышел и душевным, и содержательным. Здравствуйте, Александр Григорьевич Лукашенко. Да, это я Лукашенко. А я думал, это вы Лукашенко. Я швейцеха номер два Елена. 20 лет назад вы были у нас на предприятии. 20? Да. Боже мой, я думал здесь. И за это время город у нас стал лучше, улучшается, процветает. Наша предприятие тоже стало более современным. Шьем много всего. Но у меня такая вот задача, даже просьба к вам. Я построила квартиру на седьмом микрорайоне. Ращу ребенка одна. У меня ребенок ходит в школу, на транспорте ездит, добирается, четыре остановки. Сегодня в школе? Да, сегодня в школе. Я на работу приезжаю очень рано. Полседьмого я уже на рабочем месте. Но у нас там нету школы. Я бы хотела, чтобы... Понятно, раз в четыре остановки сын ездит, то надо там построить. Я просто без... У нас нету там на седьмом микрорайоне вообще никакой школы. А она нужна, эта школа? То есть у вас есть острая потребность в школе? Не острая потребность, но уже где-то через год потребность будет. Хорошо. Мы, Леонид Константинович, вы тогда с Игорем Петровичем, он же у вас уполномоченный президентом в Могилевской области, сядьте и посмотрите по-хозяйски. Хорошо. Чтобы не получилось, я говорю так, как у нас произошло в Минске, да и в других городах. Школ хватает, чтобы всех обучить, но где-то в микрорайоне далеко ехать. Получается, эта школа наполовину загружена в центры, а там надо строить школу. Мы там построим. Это опустеет школа. Поэтому, может быть, лучше в такой ситуации и детей, как мы на селе делаем, выделив автобусы, подвозить и так далее. Ну, это надо конкретно решить. Но если надо, и в перспективе запланировано строительство школы в вашем молодежном микрорайоне, ну что ж, доложат, будем думать, что делать с вашей школой. Спустя несколько дней эта самая швея второго цеха признается, слегка разволновалась. Не каждый день перед тобой сам Александр Лукашенко. И поясняет, проблема стала ребром, когда потребность в масках выросла. На работу Елена Колесникович стала приходить раньше, а уходить позже. Третий классник Даниил добирается со школы и обратно сам. Третий день дал высокую оценку нашему труду, что мы шьем марлевые маски, такая же самая высокая оценка, как и медик. У них свое дело спасать людей, а наше сейчас дело шить защитные маски. Меня лично вдохновил президент, и мне очень хочется дальше трудиться, продолжать шить маски, потому что они нужны народу. Тамару Ткачеву коллеги по цеху прозвали местной звездой. Ее знакомство с главой государства произошло в четвертом цеху. Именно его работу Александр Лукашенко инспектировал в ходе визита. Швея 40-летним стажем успела рассказать о внуках работе поностальгировать. Я вижу президента во второй раз. Первый раз он приезжал в 2000 году. Ну, лично я с ним не общалась, но так он в нашем цеху. Именно президент присутствовал. Мне понравилось общаться с президентом. Президент убежден, в течение месяца мировая экономика вернется к работе. Александр Лукашенко констатирует, Европа начинает открываться. Тоже относится к России. Главное не паниковать и умело фильтровать информацию. Впечатления прекрасные. Президент ответил на все наши вопросы. Развернуто. Очень приятный, общительный. Разговаривал с нами, как будто нас знает уже очень давно. Встреча с главой государства мне очень понравилась. Он шутил, он отвечал искренне. Я очень горжусь тем, что я оказалась в первых рядах. И помогаю медикам, помогаю медперсоналу защитными средствами, масками, комбинезонами. Глава государства остался доволен увиденным на производстве. Задача фабрики – не сбавлять обороты. В самом конце встречи президента пригласили на юбилей предприятия. Столетие Славянка отметит через 10 лет. Разрешите вас, нашего президента, пригласить на 100-летний юбилей предприятия. Ты сказал сегодня. Сегодня 90-летний юбилей предприятия. А, 100? На 100. Даже если на пенсии буду, приеду. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели.